я решил остаться в этом городе и работать и связать свои все творческие замыслы потому что я могу себя по праву называть сибиряком я уж точно не могу сказать сколько поколений за моей спиной сибиряков но тем не менее когда-то мои предки скорее всего даже 17 веке сюда пришли когда тогда еще в тобольск когда-то осваивали эту землю учились жить на этой земле общаться с окружающими народами и стали сибиряками поэтому для меня очень важный момент во всей этой истории почему я здесь и сейчас это понять себя понять из чего я сложился и рассказать всем остальным что на самом деле может быть какая-то неустроенности или какой-то там негатив который существует относительно вот ситуации окружающей нас связаны не с тем что нам чего-то не додают вот или нам чего-то не хватает а с тем что мы просто до конца себя не осознаем осознаем себя хозяевами этой земли не осознаем наследниками культурной традиции и могу сказать точно что омск имеется только же возможности как и любая другая территория василий минин социальный педагог учитель декоративно-прикладного искусства руководитель центра военно-исторической реконструкции служилые люди сибири мой дедушка нины георгий ефремович педагог всю жизнь проработал в педуниверситете завкафедры декоративно-прикладного искусства но по своему образованию историк человек которым я восхищаюсь потому что это как раз то поколение советских людей которые практически из деревенского быта смогли сразу перескочить научную элиту вот он один из таких людей будучи педагогом и великолепным рассказчиком он мне очень много рассказывал про историю причем рассказывал это все в такой научно-популярной форме на уровне рассказов каких-то шуток-прибауток и сказок и это очень сильно повлияло но определенный момент когда мне было около 12 лет он увлекся новой появившейся книгой толкинам джоном рональдом ройлом он читал мне очень много рассказывал мы по большому счету с этого момента я стал читающим на волне вот этого в юношеского увлечения как раз это совпало с появлением ролевого движения в городе омске где-то примерно 90 там 7 98 год и я попал в эту среду скажу честно особо играть мне никогда не нравилось сразу было понятно сперва с первых же месяцев что я больше люблю шашкой махать ну это условно в калычках шашка что мне интересна именно военная культура поэтому там если говорить про меня то это были какие-то такие военизированные милитаризированные роли всегда у меня после фэнтезийного периода был очень длительный период можно назвать как бугуртный то есть бугуртные это когда уже проходят бои достаточно массовые на остальном оружии с очень хорошая экипировка уже приезжали люди которые хотели бы чего-то большего и там уже если штурм крепости шел то это уже был штурм там уже шли по друг другу там уже никто не фиксировал ударов воскрошенные зубы пробитые головы сломанные пальцы через это все мы прошли ну и опять же делать экипировку не очень хорошо умели хотелось ударить посильнее так что молодость была веселая ну это все приводит к тому что ты начинаешь изучать изучать эту специфику а все это средневековье ну так вот через изучение материальной культуры понемножечку стали интересны аспекты именно военной культуры реальной которая существовала то есть это даже интереснее очень реально потому что ну там всякие разных процессов взросления которые происходят начинают задумываться кто же ты откуда ты что ты делаешь ну и по первости мы так честно скажу обратили внимание на эпоху позднего средневековья и взятие сибири ну как то так ну вот какая то тема которая вот связана и с нашим увлечением и с местной спецификой вот ну а почему бы не заняться давайте попробуем заняться ну вот как только мы копнули чуть-чуть вообще поверхностно эту тему вот за примерно полтора года у нас произошел полный переворот потому что даже поверхностный взгляд показал что все большинство того что закладывалось так точнее присутствует у нас сейчас закладывалась именно тогда и это оказалось настолько увлекательной творческой задачей что все мы последние 10 лет в нее ушли и уже понимаем что из этой узкой специфики примерно никогда не выберемся потому что хочется сделать очень много и хочется показать вот эту культуру какой-то узкий аспект культуры военной культуры вот этих первых людей во всей своей красе показать вообще уникальность подвиг этих людей в определенный момент пришло понимание что замысел тех того что ты хочешь сделать требует масштаба а масштаб это кадры кадры нужно просто воспитывать изначально просто из этого мы окунулись вообще специфику именно патриотического воспитания воспитания если говорить про весь правильные профессионально все-таки региональной идентичности большая серьезная проблема вообще воспитательная для системы образования и воспитания и социальную педагогику вот еще такой момент потому что все таки на сегодняшний момент мы с целью не подогонь но воспитатели по большому счету и программа на социальные и педагогические и мы поняли, насколько сейчас это кризисная, кризисная сфера, в силу того, что осталось только наследие Советского Союза, военно-патриотическое воспитание, которое существует на уровне сборки-разборки автоматов, посещения музеев, в принципе, изучения биографий близлежащих, участников близлежащих войн и военных конфликтов. А мир-то изменился, то есть у нас огромная убыль населения именно образованного, и корень этих всех проблем и этих процессов лежит как раз именно в сфере воспитания и образования, тех технологий, которые мы применяем. И когда мы поняли, что военно-историческая реконструкция со всем его инструментариями, с образовательными событиями, с поездками на фестивали, с реконструкцией предметов в мастерской, с изучением источников, с работой в музеях, то есть это именно та образовательная среда, которая может воспитать новое поколение совершенно другого формата, который будет по-другому относиться к своей родной земле на очень глубоком уровне, который пройдет определенный ряд сопереживаний в процессе всех этих мероприятий и начнет присваивать на себя это звание сибиряка, служилого человека. Это будет не поверхностно, но пришло понимание, что этим нужно очень серьезно заниматься и совмещать нашу военно-историческую деятельность именно с серьезной работой именно в сфере социальной педагогики. У нас было очень много ребят, именно парней из неполных семей. Мы понимали, что мы каким-то образом являемся для них, грубое слово, заменители, ну, наверное, можно так сказать, да, то есть вот какой-то мужской культуры, которая им необходима, которой они чисто интуитивно тянутся, и у нас они могут ее получить. Желание сбросить, конечно, по молодости было, ну, потому что есть периоды становления, когда все сложно, и тебе кажется, что поддержки нет, и вот ты это все на своем горбу тянешь, вот, а отдачи нет, и обычно этот период там длится, ну, так я уже сейчас понимаю, у всех там 3-4 года, и эти 3-4 года просто нужно выдержать, их нужно вот эту стену пробить, опустить руки, и все, и все будет нормально. Потом все выравнивается, ты находишь свою нишу, понимание, как это все сделать, ну, и все, и все налаживается. Отец, когда увидел, что я этим стал увлекаться, наоборот, стал предоставлять возможности работать в мастерской, делать это все, и всегда мне говорил, ну, это хорошо, когда человек занимается каким-то уникальным делом. Просто понять свойства металла, понять, что если он нагревается, то он становится пластичным, понять пластичность, вот это вот, наверное, да, это самое сложное, потому что, когда начинаешь понимать, в какую сторону он тянется, и как он правильно, его можно деформировать, то, в принципе, это становится пластилин. Нужен определенный навык, сила в руках, много-много раз нужно это сделать, чтобы потом эту все геометрию вводить так, как надо. То есть это просто, ну, это ремесло, ремесло приходит через время, через постоянные повторы. В лаборатории у нас именно охватывают все основные направления. Это обработка дерева, обработка металла, кожи, конструирование традиционного костюма, качество и военно-прикладная. Такая большая площадка, модульная, где мы сейчас фехтуем и стреляем. Стрельба занимает основное место в военно-прикладном направлении, так как воевали в основном луками. У нас здесь, на территории 15-го, 16-го века, да и 17-го в том числе. В каждой лаборатории, ну, собственно, мы разрабатываем, делаем предметы и технологии. Вот что позволила сейчас нам новая площадка наша, это именно выход на реконструкцию технологии. То есть именно на ручных. Потому что в современном мире ручной труд стоит самый дорогой, самый затратный. Мы занимаемся в основном военно-историческими фестивалями. Это большая площадка для испытаний. Причем для испытаний разного рода, как непосредственно предметов, так и способов их применения. То есть, например, мы сделали ручницу, и мы посмотрели, да, она будет стрелять в холостую, но с какой скорострельностью можно, в принципе, ее перезаряжать и вести акцентированный огонь. Это, собственно, и есть конечная цель. Потому что мы какие-то гипотезы выдвигаем и потом их либо подтверждаем, либо опровергаем. Мечты с моими учениками, конечно же, есть. Но они связаны и с моими мечтами личными. Конечно, хотелось бы в итоге создать большую научно-исследовательскую площадку, занимающуюся именно той спецификой деятельности, о которой мы сейчас говорим. Но для того, чтобы это реализовать, нужна большая серьезная команда. Причем команда такая очень узконаправленная и воспитанная в определенной традиции. Я даже не побоюсь такого слова, понимающая все цели и задачи. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы большинство моих учеников стали учеными, потому что нам и для дела не хватает, и, в принципе, для нас, для Сибири не хватает. Вот именно ученых, которые были бы патриотами своей земли. Мне бы хотелось, чтобы мои воспитанники, ученики оставались в этом деле, понимали его значимость, работали, причем ушли в фундаментальную науку, писали научные работы, получали звания. И вообще состоялись, состоялись просто как профессионалы, остались в этом деле. Субтитры создавал DimaTorzok